Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все брат и сёстры во Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, блага, всякого добра, счастья, мира, долготерпения в души ваши, в дома ваши, во все сферы жизни вашей, чтобы всё у вас было хорошо, всё было самым наилучшим образом. Чем могу, стараюсь всем всегда способствовать. Сегодня хотел подвести такой краткий итог. Вот вы знаете, я много стал говорить не просто о бессмертии человеческой души, о вечности Бога, бессмертии Бога. Мы почему-то очень так действительно однобоко воспринимаем жизнь, что это жизнь, это только жизнь в этом теле, даже, получается, христиане. Да, конечно, мы заквашены какими-то культовыми развоззрениями систем существующих, религиозных, нерелигиозных. Зачастую мы действительно настолько заквашиваем, что даже читая, допустим, Библию, писание какие-то, определенные книги, корпуса книг, как под названием, библиотека, Библия, да, мы действительно порой даже готовы отрицать то, что там написано, только потому, что у нас в голове заквашены какие-то мысли, которые мы где-то когда-то от кого-то подчеркнули, почему-то они у нас стали в голове критерием истинности. Но это совершенно не так. На то нам, кстати, дано и Бог просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Это прежде всего истина внутри каждого человека. Это однозначно. Она доступна. Человек ни в чем не нуждается. Ни в людях, ни в принципе в книгах, да. Она вот здесь. Бог не злой. Бог абсолютное благо. Бог любовь. И он каждому человеку по его вопрошению, по его желанию откроет, открывает, откроет, открывает эту истину. Каждый жаждущий и алчущий правды, знаний и истины насыщается. Тот, кто опытно проходит этот путь, тот знает, о чем я говорю. Я сегодня хотел поговорить. Я уже, ну, у меня есть отдельный плейлист. Бог, человек, Иисус Христос. Мировоззрение, мировоздание. Все, что вот с этим связано, да. У меня как бы есть. Я туда стараюсь отдельно все ролики тоже собирать. Ну, по определенной теме. В частности, вот таких тем, касающихся. Бог, человек, природа, мир. Вечность, бытие. Я уже много раз, кто-то меня слышал. Я даже в Евангелии, когда первый круг Нового Завета читал на канале Христолюб, Библии, Чтения, Писаний и Иных Писаний. Я даже там пытался вот в Евангелии показать эти спирали, эту Фибоначчи. Сейчас я скажу, что это такое, кто не знает. Спираль Фибоначчи. Ну, вот я вам могу картинку показать. У меня есть она на экране. Ну, законы никто не открывает, ученые. Они их лишь описывают. Мир просто есть. Он существует. Он просто есть. Все, что делают ученые, пытаются его описать какими-то формулами. И вот, кто знает, слышал такие, как золотое сечение, числа Бога, спираль Бога. Ну, она называется спираль Фибоначчи по имени того, кто, так скажем, эту закономерность увидел, описал первый раз. Ее называют, я говорю, еще спиралью Бога. Числами Бога есть, золотыми сечениями, где. Эта спираль, когда ее Фибоначчи, так скажем, описал, увидел, заметил, она везде. Начиная от семечек, которые в подсолнухе по этой же схеме расставлены. Улитка, ракушка. Вбейте в Яндексе. Я сейчас не буду открывать. Я так вот немножко подготовил, чтобы какие-то иллюстрации все равно даже в мои такие проповеди свободного слова вставлять, чтобы все-таки наглядно было. Потому что визуальное восприятие очень важно для нас. Вот даже вселенные, посмотрите, они все по этому принципу, да, сделаны. И это не просто, там и цифры, и вот видите, на экране там даже цифры есть, там же есть формула определенная, описываемая эту спираль. Там все идеально и подлежит определенной структуре. В чем плюс этой, так скажем, я вообще считаю, что это спираль Бога, да. Вот Фибоначчи, спираль Фибоначчи, а лучше ее называть действительно спиралью Бога. Это идеальный символ вечности или Бога, или вечного Бога, как хотите. Вот мы, конечно, я тоже много раз говорил, что круг, и вы прекрасно знаете, что круг символ вечности и бесконечности, и бессмертия. Но вы знаете, я также говорил, кто в курсе, есть, ну, сейчас еще скажу, что вот я даже Евангелие, я помню, показывал, читал, кто со мной читал, кругами Фибоначчи. Я пытался показать маленькие круги, там кратко сказано, верь, надейся и люби, грубо говоря, да, и заканчивая целым кругом Евангелия, а то и Новым Заветом, а то и всей Библией, да, где от сотворения этой земли, этого неба, до сотворения новой земли, нового неба. Я там все это показывал, да. И вот круг, у нас, конечно же, есть круг, да. Казалось бы, круг это тоже символ вечности, да, бесконечности, но кто знает, есть такой символ, конечно, это вот змея, заглатывающая свой хвост, а, соответственно, поедающая сама себя, и в оконцовке она съест себя, да. Понятно, в физическом мире это как будто кажется нереально, но мы же с вами рассматриваем, так скажем, духовный, незримый, математический, теоретический мир. Кто знает, математики, в принципе, тоже не существует, не любой науки, они все теоретически. А я вам объясню, почему, потому что все это мысли Бога, никаких законов вообще не существует, мы их пытаемся им форму придать и познать их, а Бог завтра подумает, и мы все на головах будем ходить. И это будет нормой считаться, и будем опять законы описывать, это все ерунда. Бог не напрягается, не выдумывает каких-то сложных законов, он просто думает и так становится, думает, говорит и так происходит. И вот круг, казалось бы, это тоже символ вечности. Есть точка, есть начало, ведь когда-то круг кто-то нарисовал, есть начало, идет по кругу и заканчивается конец, он же начало, да. И все пошло, как говорят, по кругу, да, одно и то же. Я вам скажу, что все-таки круг это плохой символ Бога, так скажем, я бы его не применял. Все-таки не потому, что тут змею там нарисовали, я сейчас объясню почему, да. Но именно потому, да, и поэтому это символ как раз, грубо говоря, там сатаны, зла, даже там сатаны, дьявол, это очень любит личности Деницы, все время на него наезжать там, а дело именно в зле. Вот зло как раз, оно само себя сжирает. И вот этот именно круг, змея, поедающая сама себя, очень хороший. И не важно, кстати, кто в курсе и кто помнит, все должны быть в курсе, кто учился в школе, есть даже вот восьмерка перевернута, как ее говорят, или наклоня, да. То же самое символ бесконечности, в математике он так и означает, не кругом, а вот восьмеркой. Она опять же сама себя сжирает. То есть, что круг, что восьмерка горизонтальная, так называемая, или бесконечность, символ бесконечности в математике, они самоуничтожимы, так скажем, да. И вот это символ зла очень замечательный, потому что действительно зло, не зря нам потом апостол говорил, сам Господь нам говорил, побеждай зло добром. Никогда зло злом не победишь. Вот это вот мировоззрение, все кругом плохие, их надо уничтожить, вот это, вот это, не важно, в субботу он палочки собирал, золотого тельца слил. Это же не Бог это все делал, это люди делали. Ты сегодня это убиваешь, завтра другого. Мы, кто знает, со мной, мы читаем на канале Христалю Библии и иные писания, чтения. Мы читаем сейчас Ветхий Завет. Зло порождает зло. Там это очевидно, прям нам показано. И посмотрите на Иисуса. Вы вспомните, а кто не вспомнит, рекомендую посмотреть, я про Наполеона тоже ролик записал, который удивлялся, что мы там мечом ничего не можем. Казалось бы, империи создавали, завоевывали, все это разваливалось на их нижних глазах при их нижней жизни. И посмотрите на Иисуса, он сам говорит, Наполеон, который никого не убив, не обидев, не оскорбив, не унизив, завоевал весь мир. И дело его живет через сколько тысяч лет после его учения им явленное на земле в оплоте. И круг действительно, вот задумайтесь, я все время тоже об этом размышлял давно, хоть и говорил то, что круг вроде бы и так. Я говорил, что есть, ну кто знает, круг сансары, бесконечные перерождения. То есть в буддизме по сути круг тоже символизирует, возьмите буддизм, индуизм, круг сансары, он же символ зла. Потому что круг сансары, значит, ты бесконечно перерождаешься, все по кругу, все одно и то же, ты не можешь из него выбраться. То есть хождение по кругу, у нас всегда это символизирует плохо, да, ты вот заблудился, опять пришел, опять на то же место. Как мы когда жалуемся, мы говорим, опять день, ведь солнце, ну неважно, мы вокруг солнца, кто-то утверждает, что солнце вокруг нас крутится, вот. Квадратная там земля или круглая, сегодня не будем эту тему касаться. Вот, заметьте, мы все время говорим, опять одно и то же, опять с утра солнце, день за днем одно и то же, мы говорим, по кругу. Ну реально день это круг, да, месяц это круг, год это круг. У нас всегда круг, в принципе, ассоциация не очень хорошая. Можно привести, конечно, положительный пример, я говорю, в принципе, если вот убрать змею, убрать то, что мы вкладываем в этот символ, в который я сейчас вкладываю значение зла, там еще, да, кажется, можно и вечностью тоже назвать, неважно, восьмерка это или вот круг. Кажется, да. Ну вот именно, что действительно вот эти кажутся только. На самом деле, даже заметьте, вот у меня зря, ну я в видео не супер мастер, мастак где-то, это надо было либо искать какой-то. Вот возьмите, знаете, есть всякие, ну, видео вот эти красивые какие-то зарисовки, я помню, даже заставка Windows какая-то была, там плавала или еще что-то менялось. Как бы, знаете, как будто круг проходит, ты же идешь по этому же пути, ну грубо говоря, ты затаптываешь все, что было в этом пути, ты как будто стираешь память. Возьмите, раз ты одним цветом, вот возьмите, что трубка закольцованная, вот как где змея у меня нарисована, и ты, сначала красную ты воду запустил, круг пошел, ты добавил колор синий, он зарисовал красный, он хоп и опять его, да. Возьмите, что вы просто, да, вот круг рисуете кисточкой, хоп в другую краску и опять сверху с этой же точки, вы же замулевываете, вы стираете память того, что было. То есть круг это уничтожение прошлого, ты вот ходишь, ты дошел до начальной точки, из которой ты вышел, и ты замулевал опять все, ты затоптал, если ты вот пешком будешь по кругу ходить на земле, ты будешь затаптывать, ты будешь семена сеять. Вот заметьте, давайте, правда, прекрасный тоже образ семена. Ты идешь по полю, взял по кругу и ходишь и сеешь семена. Ты же будешь просто их сеять на одном и том же месте, и ты их будешь затаптывать сам, ничего у тебя никогда не вырастет. Ты сеешь и затаптываешь, сеешь и затаптываешь, сеешь и затаптываешь. Посмотрите на спираль Фибоначчи. Спираль Фибоначчи, это действительно спираль Бога. Представьте, вы вышли на поле, просто встали, начали вокруг себя семечки разбрасывать. Не вокруг себя, но так, внутрь себя. И пошли вот так потихонечку от центра поля. Вы засеете все поле, и оно все вырастет. Спираль Фибоначчи, это символ вечности, символ жизни. Это вот раскрутка, раскрутка, раскрутка. Это не стирание старой памяти. Ты все новое, новое, новое. Да, символ круга. Казалось бы, как говорят, в жизни нет ничего нового. Мы все прекрасно знаем эти известные, великие слова. Суета, суета, вчера и сегодня, и завтра одно и то же. Нет ничего нового под небом. И казалось бы так, но вы знаете, казалось бы, каждый день это одно и то же. Но все-таки каждый день это новый день. Это новая жизнь. Это наша жизнь. И в каждый день. Сегодня все-таки, да, солнце одно и то же. Оно так же взошло и так же село. Такое же небо, такая же земля. Но моя жизнь прошла по-разному. Вчера я мог грешить, сегодня я свят. Вчера я ненавижусь, сегодня я люблю. Вчера я страдал, сегодня я радуюсь. Вчера было день рождения у одного друга, завтра у другого. Послезавтра у меня ребенок родился. Жизнь это разная. Казалось бы, все это по кругу. А все по кругу. Но это разные круги. И они увеличиваются, да. Вот вам спираль Фибоначчи. Спираль Бога, да. Это жизнь. Причем жизнь с памятью. Это вечная жизнь. Это прекрасный символ Бога. Ни начало, ни конца. Если на нее смотришь, это здесь она еще на рисунке. Мы же материальный сейчас мир. Видите, ты как бы не рисовал. Ну, тебе придется как бы точку поставить. Ну, вы же прекрасно понимаете, что в бесконечность. И не там не найти эту точку. Если ты начнешь ковыряться, пойдешь вниз по спирали Фибоначчи, туда, о-о-о, вон, где светленький, где вон там центр этой вселенной. Ты так и не найдешь. Если взять бесконечность математически, ты и не найдешь эту точку. Откуда она начинает? Ты будешь ковыряться. Что, как говорят, микромир и макромир, они бесконечны. Так и ты пойдешь по большому кругу, где же там Бог закончил. И ты никогда не найдешь ему конца. Она что в микро бесконечно, что в макро. Круг, круг он ограничен. У него есть начало, у него есть конец, он стирает память. У него действительно все одно и то же. Ты же идешь по одному и тому же кругу. Ты топчешь собственные семена. Ты стираешь все. Обратите на это внимание. Поэтому, конечно, круг, вот, это не очень хороший закон. Спираль Бога, спираль Фибоначчи, конечно, меня поражает. Действительно, как символ, как образ. Это символ жизни, памяти, вечности, бесконечности всего на свете. Вот, действительно, соответствует. О чем я хотел поговорить. Вот последние ролики, последнее время я часто говорю о том, что человек, все-таки душа его, бессмертная, действительно, дыхание жизни Божьей. В принципе, дыхание жизни и душа человека, или ум, или я, или личность, это и есть человек. Это все одни и те же самые синонимичные слова в Писании или вообще понятия. Я, дыхание жизни, которое Бог вдунал человек, и человек стал душой живой. Это все одно и то же. Я, личность, душа, дух, дух плюс душа. Все, что внутри, так скажем, все вот это, как бы философ в какой системе, отдельный человек, системы, это не называлось, смысл понятен. Это я. Мне очень нравится, меня тыкают за это я, а мне нравится именно в философских системах, именно говорят, что человек, это я, это личность, это что-то такое я, уникальное, уникум. Это именно я, одним словом таким кратким. Я есим, как один в один, как и Бог есим, потому что мы Он, мы Боги и дети Всевышнего, мы такие же я есим. Если сейчас у нас опять, казалось бы, есть начало, потому что мир ограниченный, мы эту спираль, вот можем точку поставить, то как бы в одну сторону раскручиваем. Я вам уже много раз говорил, когда мы, конечно, в вечности попадем, у нас и в ту сторону эта спираль как бы пропадет. Потому что там не будет ограничений, действительно, туда будет бесконечность тоже. И я вот хотел, ну я вот издалека немножко начал, да, я об этом говорил, я говорю, в разных роликах тоже сегодня вот сказали. Я хочу такой итог просто подвести тому, что я говорил, какие выводы, потому что все мои вот эти филология моя, да, любовь к слову, к истине. Или, как я говорю, не могу никак подобрать слово фиотеология, что такое любовь к истине больше, конечно, не просто к слову или к мысли, да. Вот я хотел бы подвести итог, да, вот если действительно, сейчас я, конечно, писание на эту тему только изучаю, пока делюсь просто своим внутренним откровением, которое, в принципе, как будто я первый, вы знаете, протаптываю эту дорожку. Да буддизм, там, миллиард верующих точно так же исповедует вот это перерождение. Откуда это все взялось? Просто придумка. Придумка. Ну, я согласен, люди верят и в осиновый пень, да, но это было во все времена, во все жизни, да. В Писании я говорю, я тоже, конечно, вот мне очень задевает, пока стих, я всем пытаюсь, говорю, пожалуйста, дайте мне ответ. Я же не спорю, я такой человек, как и вы. У меня есть вопросы, я вот задаю вопрос. Вы все знаете про разговор Иисуса с учениками, когда они спрашивают про Илию, который должен был прийти перед пришествием Иисуса. Мессии, и он им ответил, да. Я всем думаю, вот ответьте мне на вопрос. Очень сильное место в Писании, в четырех Евангелиях, описано одинаково. Пожалуйста. Это же, это же христианство, основа христианства, Евангелие, жизнь и учение Иисуса Христа. Важный момент, вот, что мне дало, действительно, и дает, и почему я, вот я объясняю, почему я хочу это принимать, почему это мое сердце принимает, независимо, хоть весь мир против меня, да. Что мне дает вера в перерождение душ. И, вот, я объяснял, что я, благодаря этому, убедился, что, вот, опять же, мы по-разному читаем, вообще, истину видим. То есть, я, опять, вам, благодаря вот этим двум кругам и спиралям, которые наглядно только что показал, да. Сейчас мы с вами посмотрим, в чем разница, если мы принимаем вот эту вот, спираль Бога. Не зря ее так называют, мне очень нравится это название, спираль Фибонач. И вот эту вот. Если мы принимаем вот эту вот, новая земля и новое небо, то есть, было как-то, и это новое, берем Библию, нашу любимую всеми книгу, христианами. Точка. Начался мир. Бог творит небо и землю, написано в первом стеке. Все, творит мироздание, людей, и пошла-поехала история человечества. Она закончилась вторым пришествием Иисусом, тысячелетним царством. Ну, пусть это последний, как это называется, я уж сам забыл, в круге сектор, да. И все, и заканчивается Бог. Земля и все дела на ней сгорают, и Бог творит все новое, все новую землю и новое небо. Все, память. И мы начинаем топтать по тому же самому кругу. Все уничтожая прошлое, все сгорело, никто ничего не помнит, никто ничего не знает. Мы в новом мире, непонятно, как в этом круге, казалось бы, на новой земле, творю все новое, на новой земле, на новом небе, мы живем, мы где-то детей как-то рожаем новых, душ-то, ну, Бог... Я говорю, заметьте, это круг конечности, это символ конечности, и возьмите вот это. Не конечности, а наоборот, развитие, да. Как мы там будем детей рожать? Они такие же будут грешниками. Как там новые души Господь будет зарождать, на новой земле, на новом небе? Им придется свой круг познать, им свои придется плоды, да точнее, свои-то не свои, они у нас у всех одинаковые. Вкусить эти плоды, познание добра и зла, нам всем это пришлось сделать. Берем спираль Бога. Сижу далеко, мне не очень долго. Берем спираль Бога. Что мне первое дает? Мне это открылось, и я вижу теперь прекрасный замысел Бога. Через вот эту вот спираль его Бога, через действительно того, что ничего не уничтожается. Это был лишь маленький круг, первый мы прошли. Да, это визуально, грубо говоря, может быть уничтожено в наших глазах. И мы переходим на новый круг. Он тоже будет круг, это тоже будет какой-то мир на новой земле. Сколько мы потом этих будем, сколько нам Иисус будет творить этих миров? Может мы их сами вместе с ним будем лепить? Мы здесь лепим, заметьте, мы же все строим. Мы как бы улучшаем этот мир, возделываем этот рай, эту землю, из которой мы взяты. Там то же самое. Бог нам лишь начаточки, он нам новые материи создат какие-то интересные. И мы начнем опять жить. Там будем тоже что-нибудь строить, искусство, культу, все там будет. Мы второй какой-то интересный круг пойдем, только уже с Иисусом. Нетленные, несмертные, святые. Друг друга не делая зла, не причиняя боли. Живем второй круг. Потом, может быть, станет скучно. Вы заметьте, вот земля круглая. Вот мне и надо было всю землю объезжать, достаточно интернета и пару моих в жизни поездок куда-то туда или сюда. И я понял, что плюс-минус, земля одинаковая. Мне скучно жить, грубо говоря. Скучно что-то делать, скучно даже в чем-то развиваться, потому что, в принципе, я уже все посмотрел, все повидал. Ну, конечно, ты можешь еще очередную картину нарисовать. Ну, сколько этих было художников, вон, целые музеи стоят. Ну, плюс-минус будет одинаково. Какого-то резкого прорыва, как мы любим, там, эти технические революции. Заметьте, вроде технологии скаканули, компьютеры и опять какое-то зависание. Ждем все. Ну-ка даже телефон от телефона выпускаем его, ничем не отличается. Там одну какую-нибудь придумают и все. Лишь бы деньги заработать, его опять перезапускают. Там новинки-то нет, как таковых. Таких каких-то революционных шагов. Одну какую-нибудь штучку поменяли и все. А ты бежишь там этот телефон покупать. Господь действительно что-то новое сотворит, необычное. И потом так и будет. Мы еще на какие-то этапы, еще на какие-то этапы перейдем. А это все останется. Это земля и это небо. Мне это открыло. Что это без... Я вот у вас на экране, первый пункт есть. Я так пометочки себе сделал. Сделал крупно, вон, даже с метра вижу на экране. То есть, новая земля и новое небо без уничтожения старой. Это первое, что мне это дало. И это очень важно. Отсюда я начинаю понимать, как я вам говорил. Значит, все души посылаются в эту первую точку. В первого человека. Разделенного потом на мужчину и женщину. И пошло-поехало. Каждый человек... Каждый человек пишет книгу своей жизни. Вы знаете, вот эта вот спираль Фибоначчи... Это же вот представьте, такой, знаете, вот как сейчас проводят, действительно, провода вот эти, да? Это здоровенный жгут такой. И там миллионы жил. Маленьких-маленьких проводков, как волосинок. У нас у каждого своя жизнь. Я вот живу, вот сейчас сижу вот в этой комнате. Я знать не знаю, что там у кого творится. Я знаю только... У меня вот моя книга, вот папочка под мышку. У меня своя книга. Своя книга жизни. Это тот камень, который Господь даст моим именем. Это моя книга. Я все в ней знаю. Как я родился. И пошло-поехало. Я вот в ней читаю, да? Я вот открыл в ней. И все. И читаю эту книжку. Так, так. Это вот у меня написано. Написано. Это я помню. Я помню, как я родился. Кто были мои родители. Как я жил. Какие мои друзья были. Я знать других не знаю. Представляете? Знать жизни всех людей. Ну, хорошо. Я еще знаю там, что-то у моих друзей творится. Ну, еще что-то. Но вы понимаете, что знать все невозможно. Это мой параллельный мир. Это моя жизнь. Да, я знаю какие-то глобальные, казалось бы, исторические события. Но, знаете, для каждого война по-своему прошла. Посмотрите Германию до 43-го года. Они ели, пили, веселились. Они даже не знали, что там на фронте делается. У них-то все хорошо было. Их-то не бомбили. Наоборот, они там шоковали. Они, естественно, чужие все деньги, имущество брали. Разграбляли точно так же страны, которые завоевывали. И там люди ели, пили, веселились. У них отличная жизнь. У них еще жизнь лучше стала во Вторую мировую войну. У Германии, их союзников. Потому, что начали захватывать другие страны. У каждого своя история жизни. И для кого-то что? Печальный момент для другого. Один ограбил, убил. Того, кого убили, для него это плохо. И для его семьи, близких, родственников. А для того, кто убил, он же нажился. Ограбил его дом, машину, квартиру. Завладел, может быть. Для него счастье. У каждого... Ну, понятно, что это грех. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю. То есть, у каждого своя книга жизни. Он видит со своей стороны. И как я вам уже тоже пытался рассказывать. Ну, сейчас это мы дальше. То есть, все души зарождаются в этом первом человеке. Все. Соответственно, если все. Значит, мы все одного возраста. Духовного. У нас развитие разное. Есть даже дауны духовные. Казалось бы, с таким огромным опытом. Жизни. Перерождение. И как я говорил. Действительно, человек, скорее всего. Он из одной души. И как вот у нас Господь. Как мы в школу. Он сначала насильно посылает учиться. Хотя, в принципе, это нормально. Это социум. Но дети этого не понимают. Они не хотят учить. Ни буквы. Ни цифири. Образно говоря. Потом институт. Где мы уже сами выбираем. Потом работа. И мы идем на эту работу. Ну, знаете. Вот какая... Вот вы сами подумайте. Ну, вот какая радость спать до второго пришествия Иисуса. Ну, что? Вот ты спишь и спишь. Неужели жить? Все говорят. Все как хотят жить. Я говорю. Почему мы не приходим сюда? Чем вы это аргументируете? Каким христианством? Что Иисус не сказал? Так я вот вам живой пример про Илью привожу. Камень преткновения. Попробуйте. Решите этот вопрос. Этот ребус. Сказали они. Сказали. Иисус сказал им. Сказал, что Илья приходил. Илья жил до этого. Это пророк. Реальный человек. Поэтому я действительно стал... Мне верю, что мне это дало. Вот какие пункты я вот подытоживаю. И что мне это открывает. Я понимаю теперь, что у меня разрешился вопрос. Действительно, как будут судиться дети там. Годовалые. Двух, трех годовалые. Мне когда там тоже более-менее любвеобильные сердца. Говорят. Ну да, да. Бог их за что судить. Как они там в ад пойдут. Крещенные, некрещенные. Неважно. Или там за какие-то мелкие грешки на вечные муки, что ли, их Господь отправит. Нет, конечно. Я говорю. Но это не ответ. Это не ответ. Они жизни не знают. Как они попадут со Христом на новую землю, на новое небо, где люди действительно достаточно высокого уровня после этого, давайте возьмем, восьмитысячного летия первого круга жизни, да, Вселенной, где Господь первое небо сотворил и землю, и вот до второго. Они как туда попадут? Они что знают? Они там начнут грешить. Они захотят города построить, как Каин, всех захватывать, порабощать. Что можно в тринадцать лет понять в первой жизни? Ничего. Поэтому все мы проходим здесь очень много жизней. У нас большой опыт. Нас есть за что судить. У нас куча-куча там в рюкзачке и добродетелей, и грехов. Мы весь опыт познали. Я говорю, мы познали допотопное человечество, беззаконие полное, где Бог просто оставил людей. И там такой ад наверняка. Мы не продаем значение. Я с братом Сашей, как на тему, мы так чуть-чуть поговорили. Я ему записал тоже аудиосообщение. Говорю, ты представь, какой ад был до потопа. Мы так не придаем значения этим словам, что суть зло и помышление каждого человека, суть зло во всякое время от юности его. Это же ад. Полное беззаконие. Нет ни полиции, ничего. Представляете, что творилось? В допотопном человечестве. Бог не вмешивается. Люди сами себе предоставлены. Там жесть началась. Отмените сейчас все законы в государстве. Ад начнется на земле. Бог, плохой Бог уничтожил допотопное человечество. Это ад был. Это месиво было, в котором уже ни плохих, ни хороших нет. Один режет другого, насилует, берет, завладевает его имуществом. Его другой, кто сильный, как Господь и притчу рассказывал, разве расхитит. Слабое имущество сильного, если прежде не свяжет его. Это ад. Это вот такое вот месиво из зла просто. Бог попустил людям ходить своим путями. Это просто ад стал на земле. Нам кажется, допотопное человечество, это вот такие вот, это все. Это убийство животных просто кровожадное. Без пощады, без мысли даже о чем-то. Это просто такое беснование. Живой ад на земле был. Мы просто допотопное не можем представить. Но мы эти слова так легенько читаем все время. Ну, что там? Зло во всякое время. Это зло во всякое время. Человек просто стал сущим, злом самой сущностью, уже можно сказать. Такие все были. Просто один другого пожирает. Мы это пережили. Язычество, закон, я вон через дефис ставлю. Это одно и то же Моисеев. Вот это ихняя жизнь. Вся вот это. Это такое же язычество. Какая разница? С той или с другой стороны. Точно такой же закон. Все это жертвы там, всякие эти обряды. И закон-то его не сильно велик. Там не убей, но только убей своего. Когда он палочки в субботу собирает. Ну, только захвати чужую территорию, если она тебе понравилась. Закон Моисея ничем от закон других стран языческих ничем не отличался. А порой было еще и кровожаднее и жестче. И время благодати. Я раньше тоже задумался. Ну, как же? Не все же люди знают Иисуса в его время. Я всем говорил. Я помню, сколько раз я, кто меня от начала слушает, тот знает. Я все время задавался вопросами. Я говорил, как вот? Я говорил, как? Иисус, я говорю, посмотрите на него. Бог пришел во плоти. Я говорю, мы все время сердца рвем. Надо тут, тут всем помочь. Как же, как же? Я вот страдаю, правда, такой немощный. И проповедовать надо. А я всем говорил, посмотрите на Иисуса. Если все по вашей теории вот так в ад с легкой руки Бога идут, там дети, взрослые, язычники, все же грешники, вы тут одни святые в своей стоите, там это конуре или капище, словословите Бога, все, за это вы в рай идете по вере или там потому что вы булку поели. Я говорю, Иисус спокойно ходил по земле, проповедовал только погибшим овцам дома Израилева, не ходил сам к язычникам и им не проповедовал. За три года его жизни, даже в том его мире, как вы думаете, сколько умерло людей на земле? Ну, сейчас нас миллиарды, тогда миллионы. Во времена Иисуса, вроде как, если верить историческим событиям, Рим был, а это столица империи римской, пятьсот тысяч. Ну, пусть на земле там жило хоть сто миллионов. Ну, Иисус же мог бы побольше походить и язычникам проповедовать. Что там это, Иудеи? Шел бы дальше, глядишь, и не распяли бы. Вот так вот. Я все время думал, как это? Кто-то знает Евангелие, кто-то нет. По разным причинам. Я говорю, кто-то рано умирает, чуть ли не в детстве, да, и после Рождества Христова. Кто-то в других странах, за океаном, за морями живут. А как же Америка? Подумайте об Америке. Ее Колумб открыл в шестнадцатом веке или в каком там, да? Ну, где-то так. Я уж что-то точно не помню. Там никакого Евангелия не было ни на Северной, ни на Южной Америке. Теперь оно там есть. Уже возьмем пятьсот лет округлим. Полтысячи лет. Есть христианство, Америка считается христианской. Вся Южная Америка уже христианская. Бразилия, Аргентина. Все, что угодно возьмите. Вот вам, пожалуйста. Все, даже туда доплыло. За пятьсот лет, как вы думаете, Бог туда мог все души послать? Или эти души, наоборот, сюда посылать? Тысячу раз мы могли рождаться и там, и там, и везде. Все. Уж за пятьсот лет каждый Бог мог послать. Человек умирает каждые пятьдесят лет, как я сказал. Давайте средний возьмем. У меня десять попыток было. Уж Бог тебя точно послал туда, в любую страну, где есть христианство, которое уже по пятнадцать веков было. Все складывается. У меня, я вам говорю, не просто так. Я какие-то хайповые темы там поднимаю. Пытаюсь там, или кто-то думает, что это от христианства отвоет. Как это отвоет от христианства? Иисус сказал, вы боги и дети Всевышнего все, вы мне все братья и сестры, возрастайте, будьте совершенны, как совершенны отец ваш в любви к человеку, ибо он подает дождь и добрым и злым. Какая разница, одну я жизнь живу тысячу, все эти мне кто-то там пишет, а ой, тогда никто каяться не будет. Да как не будет, он так и будет в этом. Кто хочет сидеть во втором классе вечно, в двадцать лет. Уже дети вокруг тебя, а ты все сидишь в двадцать лет. Это все, это мысли, вы же просто не подросли, я вам честно скажу. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. В зле. Мы просто, значит, сами зло еще считаем добром какие-то. Ой, да он вот тогда так и будет богатеньким жить, а я-то бедная, страдаю, мне ничего не будет. Все тебе будет. Бедный никогда не познает истины, никакую любовь не творит. У них копеечка к копеечке. Богатый верни. Они так здесь и будут, ты не переживай. У тебя будет второе пришествие, чего ты завидуешь ты им? Чему там завидовать-то? И посмотри на богатых, как этот Дамоклов меч, кто знает эту, то ли притчу, то ли реальную про царя, про одного персидского, я уж не помню про какого. Когда ему тоже его подчиненный, там один военачальник завидовал, он говорит, ну иди сюда. Устроил ему пир шикарнейший и посадил его на свой трон. А на нем, над ним, повесил меч свой царский. На чем? На конском волосе. Тот сидит весь, всю тусовку. Девицы пляшут, песни поют, клоуны прыгают, стол завален едой и алкоголем. А ему не до смеха, не до веселья, не до радости. Меч на конском волосе над головой, ведь так висит. В любой момент порвется и прокнет. Вы почитайте все истории царей, вы почитайте про богатых. Вечный стресс, куча звонков, то голову оторвут, то ограбят, то еще чего не поймешь. Чего им завидовать-то? И кто их любит? И кого они любят? Посмотрите, вон это письмо-то, кто помирал-то этот недавно, богатый-то интернет-магнат-то, фу, этот, ну, знаете, в очках-то этот. Майк Эппл кто делал-то, как его зовут-то? Корпорация добра, гугл, корпорация зла, правда. Ну, не гугл, говоря, Эппл-то, как его, Форбс, не Форбс, я же забыл-то в очках-то этого. Но он, правда, вот и далеко ли он дорос? Седой мужчина помирает. Ну, что он там в письме, там рассылали по всему интернету это письмо? Любите ближних, там вот это самое дорогое. Потому что вот такой скелет ходил уже, все, он сдулся за полгода. И миллиарды у него были, ничего ему не помогло, точно так же закопали. А до чего он дорос? Я говорю, там письмо, я, если честно, не прослезился, и даже меня оно не тронуло. Что он понял, да, когда ты подыхаешь, что вокруг тебя, оказывается, нет никого. Два врача, и хорошо, если один из твоих родственников, дети там, или кто-то, или жена. Все, потому что родители обычно уже сами ушли, кто дожил, досидин. Ну и что? Чего он вырос? А христиане? Мы, якобоги, подвязаемся в любви. Это же здорово, расти и возрастать. Все там будет потом. Все там будет, как и обратно рай, потерянный рай наш вернется. И ничего не надо будет ни трудиться, ни пахать. Твоя любовь никому не нужна будет. Уже все у всех будет. И без тебя. У них будет, у всех у нас будет живой Иисус, Бог, явившийся во плоти с нами. И все вокруг будет достойно. Что, и кого любить-то, как непонятно будем-то. Как Господь и сказал, будьте уже как ангелы, просто кайфовать. Какая радость в этой жизни действительно познать сущность Бога, которой есть любовь. Тем более в жертвенной любви подвязаться, когда ты что-то от себя отрываешь. Не просто в раю срываешь ему яблок, которых полным-полно, и даешь. Оно ему не нужно, он сам может сорвать. Он здоров, полон сил. Ему даже потрудиться, как нам говорят. Хочется даже что-то делать. Это тоже доставляет радость. Чем целый день там на диване лежать, да. Вот. Поэтому, конечно же, мы все в разных условиях. Мы все все это прожили, все эти этапы. Я говорю, более того, это всю жизнь останется, возможно, в нашей памяти. Новая земля и новое небо не сотрет и не затопчет этот круг. Это новый кружочек рядом пойдет. Это так она еще нарисована, так, знаете, Фибоначи так большая. А вы нарисуйте ее прям вот так вот, знаете, кружочек за кружочком. Сложите, ну, нитка, вы знаете, катушка с нитками. Они же вот так вот, когда канат складывают. Прям каждый круг рядом с другим кругом. Все прям плотничком, 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 плотничком. Возьмите любую веревку и начните ее на плоскости складывать. Она у вас такая получится, да. Очень важный момент, что мне дало это, я как уже конечную мысль хочу закончить, подтвердить. Это вот я, ну, вы видите, последний пункт. Это бессмысленно жить апокалипсическими настроениями смерти. Потому что я тоже, ой, все достало, болячки, грешники эти, праведники, которые вечно долбят, и жизнь тоже, и все скучно. Нет ничего нового под небом, и вчера и завтра одно и то же все будет. Вчера было, завтра будет. Думаешь, о, вот, быстрее бы уже, как всегда, на облачко с Иисусом ножками мотать и сидеть венцо попивать с ним в новом царстве Божьем. И вы знаете, вот это вот, я говорю, хотите откровений, хотите, я просто до этого, да, дорос. Причем все это в христианском русле, да. Я понял, что, ну, здесь или потом все равно придется трудиться. А что делать до второго? Вот именно Иисус скажет, пойдешь еще раз учить? Ну, пойду. Конечно, пойду. Вот. Так что, да, придется до второго пришествия жить, жить, перерождаться, жить, трудиться. Ну, такая вот жизнь, да. Мне это открылось, и я стал спокоен. То я терзался этим. Все поскорее, поскорее. А теперь я успокоился. Вот. Плюс мне это дало, я говорю, я вот не зря написал, развиваться в знаниях и святости. Ну, в знаниях каких? Я хотел другое слово подобрать, конечно. Ну, в истине хотите, да. Ведь вера от слышания, от слышания от слова Божьего. Вот. Я, знаете, стал задумываться, вот, я говорю, мы там, я сейчас Библию, вы знаете, читаю, да, на канале. Это все не бесполезно, я вот понял. Кажется, ой, жизнь коротка, зачем мне там все это надо? Ну, а чем мы занимаемся? Вот, я говорю, мы растем или нет? А кем ты хочешь быть в следующей жизни? Крокодилом? Действительно, хочешь вырасти? Вот то же самое учительство проповедь. Ведь на самом деле, действительно, это же высшая степень, так скажем. Иисус это делал, его ученики, да. Дары слова, это вообще, действительно, от Бога, да. Бог есть слово. Вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Мысли, слово, вот это ум, познание, истина, которой ты есть, сам уже являешься. В тебе ее раскрытие, это же высшая степень уже, по крайней мере, на этой земле. И вы знаете, я действительно стал задуматься, вот, то, что ты трудишься, Господь тебе все это оставляет. И я хотел вот сказать тем, кто со мной читает Писание, изучает Писание, действительно, на Библии, вы не зря тратите время. Все это останется. А вот откуда, действительно, мы все, кто сейчас в этой жизни, уже сколько, говорю, лет, тысяч лет после Рождества Христова, там, Библию, вы знаете, откуда кто-то ее прям вот знает хорошо, слышит уже как родное слово. И это, значит, в прошлой жизни мы действительно это изучали, мы стремились, что-то уже знали, что-то слышали. А кто-то как впервые, знаете. Я думаю, что все, что мы в этой земле полезного, даже знания, собираем, они у нас остаются. Особенно все, что касается истины. Я в этом абсолютно убежден. Особенно теперь. Поэтому я сам, кстати, у меня лишний повод, задор, мотивация появилась трудиться. Что даже прийти к этому состоянию, что ты знаешь Писание, не учившись, Иисус-то был Богом, Он, естественно, знает Писание, Он все знает. То мы, мы-то растем. Не надо себя в этом плане с Иисусом сравнивать, в том плане Бог есть и просто есть. Ему не надо было, а нам надо. Нам надо трудиться. Мы шли в школу, в институт. Я говорю, жизнь такая. Бог хочет, чтобы мы потрудились. Он даже в раю посолил нас и сказал первому человеку, мне, мы все были первым, возделывай и трудись. И храни то, что... И храни, возделывай и храни, возделывай и храни. Все это у нас собирается. Все это собирается. Я говорю, я лишний повод и мотив получил. Вот я говорю, сколько мне это дало, какой фундамент. Почему я об этом стал говорить и дальше буду говорить. Вы знаете, это, скорее всего, истина. Даже, видите, сейчас я как бы сею нотки сомнений в свои слова. Потому что мне хочется найти побольше подтверждений из Библии, действительно. Ну, все сразу невозможно. Мы живем в пространственном временном измерении. Я не Бог. Мне надо время на это. Я тоже изучаю. Сейчас как раз вот читаем параллельный. И то я не ушел в себя, не закрылся. Теперь все. Будто пока этот вопрос себе не открою. Вы знаете, моя жизнь, мою деятельность. Ну, потихонечку, значит. Чего же теперь все бросить, только в это уткнуться. Вот, как я вам рассказывал, что всю Библию прочитать только на предмет этого вопроса. Нет, конечно, так я поступать уже не буду. Вот. Ну, вот эти вот пункты, вот эти вот мысли, конечно, я считаю, они положительны. Для меня. Для вас, может, и нет. Для меня, да. Они мне дали особый уровень, особые знания, особый фундамент, который дальше меня, наоборот, развивает. Все надо рассматривать через призму любви, свободы и бессмертия. Ну, любовь, благо. Что тебе это дало? Что даст тебе другим? Для меня это, я говорю, это... У меня много пазлов доставилось. У меня много вопросов убралось. Пустых клеточек зарисовалось. На картине, да. Ну, говорю, сейчас хороший образ есть пазл, да. Вот. Некоторые вещи были камнем даже преткновения. Тоже задумывалось. Как вот так, как вот так. А теперь у меня все срослось. Все очень работает. Вот так вот. В принципе, больше прибавить, убавить не знаю, чего. Все, я вам поговорил. Все сказал. Будет, конечно, еще. Будем еще какие-то мысли дальше. Ну, так вот. Такой итог хотелось мне небольшой подвести. Свои мысли сформировать. Конечно, я вам уже сегодня говорил. Понятно, что Бог есть любовь. И бессмертие человек просто по сути принадлежит. Свобода, она ему точно так же дарована. Всегда от рождения. Люди сами от нее отказываются. Кто там вот делает неправильный выбор. Те же самые культ, религии. Что от них толку-то? Люди сами не хотят освободиться. Это наш выбор. Но он у нас есть. У нас его никто не отнимает. Это как раз ты сам у себя отнял эту свободу, не избирая правильный вариант пути жизни своей. А возрастаем мы, конечно, только в одном. Бог есть любовь. Только в любви можно стать как Бог. И цель наша это. И путь наш этот. Возрастать в любви. В бессмертии ты не можешь возрастать. Оно у тебя просто есть. Свобода у тебя просто есть. Это такие, знаете, я говорю, немногогранная сущность. А вот любовь, да, она, ей нет предела и конца. Она, и нет ей вида, и она разнообразная. У нее миллионы дел у этой любви. И так, и так она проявляется. У меня на этом все. Пишите ваши мысли, какие-то размышления, откровения в комментариях. Делитесь эмоциями от услышанного. Я всегда с радостью. Если есть чему поназидаться, тоже назидаюсь, читая их. Ну, и кто знает, по воскресеньям интересно что-то тоже зачитываю, озвучиваю, отвечаю на вопросы. Кому мои ролики полезны от рады назидательной, и такими, считай, могут принести пользу другим, вы знаете, что нужно делать. Все, я с вами прощаюсь. Всех обнял, поцеловал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok